Юбилейные соревнования – это всегда большой спортивный праздник. Не стали исключением и состязания в Камских полянах. В качестве почетных гостей церемонию открытия посетили известный татарский артист Салат Фатхуддинов, чемпион Европы по автокроссу Николай Жаворонков и многие другие. Сегодня большой праздник. Приехали наши близкие друзья, которые являются с одной стороны и друзьями, и организаторами наших соревнований. Просто не приглашаем, они сами приезжают. Есть и близкие, и хорошие друзья. Еще одним почетным гостем стал депутат Госдумы Радик Ильясов. У нас сейчас в настоящее время отпуск депутатов, но в то же время уже начинается работа в регионах, поэтому, можно сказать, в рабочем состоянии. Почему я здесь? У меня внук здесь сегодня, участник соревнований. Официальный старт дан, флаги подняты. До первого заезда всего 20 минут. Это команда автомехаников из Лениногорска. На кадрах ребята готовят болид к старту. За несколько минут нужно проверить техническое состояние железного коня. Проверка выглядит эффектно. Теперь, когда все карты готовы к гонке, пилоты выводят болиды к стартовой линии. Сейчас им предстоит провести пробные заезды, после которых станут видны все технические недочеты. У моего товарища произошла проблема. Свеча убилась. Здесь погода. Мы думали, здесь будет дождь, поэтому свечи даже под дождь настроили. Поэтому непривычно. Вот так все ломается техника. Не подстроено почти под эту погоду. Да, слава богу, все устранили, все хорошо. Пока проводились заезды среди картингистов, этот молодой человек внимательно наблюдал за гонкой. Уже в столь юном возрасте Данил – известная личность. На багги гордо красуется надпись с его именем и фамилией. Сын известного гонщика Олега Жавронко принял участие в классе микробагги. В Казани ехал я по грунту, а сейчас здесь. А вот где все-таки будет сложнее? Где было сложнее? На грунтовой дороге ехать или по асфальту? По асфальту. Я тренировался здесь, на багги. Как ты думаешь, соперники у тебя сегодня сильные будут? Ну, да. А какая твоя главная цель? Какой результат хочешь показать? Попасть в тройку, в тройку. Правда, попасть в тройку Данилу не удалось. Однако в этом же классе первым финишную черту пересек еще один представитель нашего города – Искандер Гайнуддинов. Продолжение следует...